Друзья, я как педагог по образованию хочу порекомендовать вам сайт-складчик. Это площадка для проведения совместных покупок. Любой желающий может приобрести абсолютно любой инфопродукт, курс, подписку, платный доступ в десятки раз дешевле. Например, вы хотите купить обучающий курс по английскому языку за 15 тысяч, но для вас это существенная сумма. Вы предлагаете ее купить другим пользователям на площадке. Все скидываются, например, по 50-100 рублей и совершают покупку. Теперь не надо тратить десятки тысяч на знания, достаточно просто вступить в клуб и получать знания за символическую оплату. Ссылка в описании. Всем привет, друзья. Начинаем этот влог с того, что я увидел вертолет, приземляющийся около магазина. Сейчас летим смотреть. Это бизнесмен, самый крупный в Эстонии бизнесмен, который скупает все магазины у нас в Эстонии, точнее в Нарве. И, блин, сейчас увидим вертолет его. Погнали. Оу! Вот он! Е-е-е, нифига себе! Первый раз вертолет вижу вживую так близко! Для нас, обычных смертных, конечно, в маленьком городе, в котором 60 тысяч человек, увидеть вертолет прям вживую, это круто. Я вот ни разу в жизни вообще никогда не видел вертолета вот так близко. Это круто. Вы сейчас можете сказать, да че ты, блин, обычный вертолет, че там интересного? Ну, просто, блин, сама суть вертолета, это просто интересно посмотреть на него, согласитесь. Самое, конечно, крутое будет, это когда он будет залетать, и вот этот снег, он поднимается просто выше девятого этажа, вы увидите. Просто бомба. Короче, а суть этого бизнесмена в том, что он скупает, блин, большинство магазинов огромных в Нарве. То есть он скупил уже тут три или четыре магазина, то есть скупает огромные магазины и делает вместо этих магазинов свой какой-то там бренд продвигает, там свои магазины какие-то продуктовые делает, всякие разные просто. Короче, скупает все поголовно. Ну и вот этот магазин оказался одной из жертв. Он, честно говоря, запарил уже, я в засаде слишком долго сижу, обязательно поставьте лайк за то, что я жду и хотите посмотреть, как взлетит снег. Это ж прикольно, я тоже хочу посмотреть. Поставьте лайк прямо сейчас. А я уж есть захотел. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Ну да, не врали, когда он взлетел меня снегом, всего просто... Я даже смотреть не мог, тут столько снега было, капец. На камере не знаю как, но в жизни вообще так эффектно, эффектно, эпично. Оп, резко качество упало, да, ребят? Ну что, идем на тренировку. Сегодня у меня созрела интересная идея. Я никогда в жизни не подтягивался с 24 килограммами на максимум обратным хватом, да, вот таким вот. Никогда. И сегодня я решил попробовать, затащат ли мои базуки мастера спорта международного класса. Прям очень интересно. Приколитесь, затащу. Потому что на соревнованиях по стритлифтингу такой вариант подтягиваний тоже возможен. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok I ain't even from this world, just call me Martian. I could kick you down a hole just like a Spartan. Fuck with me and you will never be pardoned. It's been like driving me crazy, these people complacent. Too many are lazy, but wanna see changes. You can all hate me, you're slave to these way... Затащил МСМК обратным хватом, вообще класс. Потренил, друзья. Отличная тренировочка прошла. Бицепс потренил, спинку потренил, поясницу потренил. Многие могут сказать, что типа, у тебя не до конца чистые подтягивания были и так далее. Но вы просто представьте, что я никогда в жизни не делал даже 17 повторений, а тут сделал 18 ядрить. 18! Вы это себе представляете? Это очень круто. Причем это при весе 65 килограмм. Не 70, а 65. При 70 я даже 17 сделать не мог. Вот такие вот дела. То есть можно сделать вывод, что 65 килограмм – это идеальная моя рабочая мышечная масса. То есть чисто минимальный процент жира и максимальный процент рабочей мышечной массы. Когда я весил 70, у меня был немножко жирок, и, возможно, он меня тянул вниз. И теперь вообще не знаешь, набирать массу вообще до 70 или нет. Короче, в 65 килограмм я чувствую себя вообще максимально комфортно. И, как вы видите, максимально сильно. Теперь я приложу больше усилий вот на подтягивание обратным хватом, потому что, как вы поняли, это моя сильная сторона. И, естественно, сделаем потом немножко потренирую. Я никогда в жизни не тренировал вот на максимум с гирей и обратным хватом. Потренирую и сделаем идеально чистыми мастера спорта международного класса. К сожалению, по старой схеме стритлифтинга, потому что новая схема – полное говно, по-моему. Если вы тоже считаете, что новая схема вот стритлифтинга – полное говно, это когда вы вверху задерживаетесь пару секунд, внизу, короче, статика и подтягивания вместе соединены. Если вы так считаете, поставьте плюсик в комментариях обязательно, прямо сейчас. Друзья, ну что, я пришел уже домой, и, как вы знаете, у меня были проблемы, и есть, кстати, проблемы, там с пищеводом, там с желудком у меня забрасывается кислота, это называется рефлюкс. И из-за этого я стараюсь питаться без всяких жиров, без всяких жареных продуктов и так далее. Ем только полезную пищу и стараюсь есть более такие жидкие, там пюрешки всякие, коктейли и всякое такое. И вот сегодня после тренировки я вам покажу, как сделать прикольный коктейль, в котором будет сочетаться и белок, и углеводы. Все будет круто, мы все смешаем, выпьем. Выпить очень быстро, это вам не есть. Полчаса вы выпиваете за 30 секунд, и все, и вы сыты, полетели. Ну что, друзья, нам понадобится творог, мы закидываем сюда творог в блендер. Следующее, нам нужна овсянка, тут осталось немножко овсянки, думаю, граммов 50 где-то, поэтому мы закидываем овсянки прям вот так вот цельно. Потом берем бананы, закидываем два банана туда, чтобы добавить углеводиков, калорий. Все здоровая еда, полезные продукты, поэтому ничего тут вредного не будет. Также наливаем молока, чтобы появилась жидкая консистенция, чтобы нам можно было это пить. Ну, я думаю, примерно вот так вот, потому что овсянка, она сделает густоты немножко. Ну что, у нас готов коктейльчик, выглядит он вот такой жиденький. Наливаем теперь, и получается такое смузи. Давайте попробуем, что получилось. Очень вкусно, овсянка не чувствуется, она полностью размешалась там, раздробилась на мелкие кусочки, поэтому просто отлично, выпью все. Это нереально вкусная штука, ребят, получилась. Все, кто сделаю, я уверен, вам всем понравится. Единственное, чтобы вкусно было, чтобы вы там сахара ничего не добавляли, нужно просто взять творог, в котором уже добавлен сахар, я взял ванильный. Просто в магазине берете творог, желательно брать, где больше всего белка, калорий, вот. И тогда у вас получится очень калорийный, белковый, углеводный коктейльчик, от которого вы наедитесь. Я наелся от двух кружек, ну там, в принципе, две с половиной получилось. Вот такие вот дела, ребят, давайте мутите коктейльчик, прямо сейчас попробуйте, если у вас нет овсянки, либо бананов, сходите в магазин, купите, замутите и напишите в комментариях, насколько вам понравился этот коктейль, этот смузи, можно сказать. А так, увидимся в следующем выпуске, ставьте лайк этому видео, подписывайтесь на канал, показывайте видео своим друзьям, а также не забывайте, что на archomorris.com лучшие программы тренировок. Увидимся в следующем выпуске, пока! Субтитры сделал DimaTorzok